Всем привет, с вами Прия. В обновлении 8.1 разработчики продолжают радовать нас различными интересными вещицами, которые как упростят жизнь игроков с одной стороны, так и на самом деле кажется, что зачем это вообще нужно. Но на самом деле есть во всем абсолютно всегда полезности. Значит такая новость проскочила о том, что абсолютно все ограничения для покупки гербовых накидок для альтернативных персонажей будут сняты. Что это значит? Значит, что придя, к примеру, к продавцу гильдейских гербовых накидок, ну вообще абсолютно все продаются, я на этом персонаже, который у меня в принципе из Штормграда не выходил, смогу купить гербовые накидки различных прошлых актуальных контентов по причине того, что все это прокачано у меня на основном персонаже, то есть абсолютно там все репутации, к примеру. И это весьма классно на самом деле. Также получается так, что репутация с защитниками Азерота позволит прокачать шею на альтернативных персонажей на все планки по плюс 15 к этому левелу, то есть за дружелюбие, за уважение и за почтение. Ну, быть может за превознесение когда-нибудь мы получим плюс 15, но пока что об этом абсолютно ноль слов. Окей. Весьма интересно на самом деле. Также в 8.1 абсолютно вся репутация, которая как-либо раскинута по нашим персонажам, то есть, к примеру, на каком-то персонаже там 10 превознесений, на каком-то одно, на каком-то 20, 30, все это дело суммируется для получения достижений различных по превознесениям. Ну, к примеру, на Воине у меня 88 или 89, что ли, превознесений, а на Монахе, на персонажа, которым я активно играю сейчас в ПФА, получается так, что в Battle for Azeroth репутации абсолютно все прокачаны, но на Воине при этом нет. В обновлении 8.1 это все суммируется, и я получу ачиву за 90. Получить ачиву за 100 превознесений просто в голове не укладывается, как в принципе возможно. Но касательно гербовых накидок, это просто расширит, скажем так, потенциал твинков с целью поддержания их красоты. То есть, абсолютно ничего такого в этом нету. Изначально, конечно, прочитав новость, я подумал, что полностью снято требование для покупки гербовых накидок, а оказывается только для твинков, поэтому это очень хорошо на самом деле. Ведь если сняли бы ограничения полностью на покупку гербовых накидок, то тогда вся бы интересность прокачки при вознесении каких-либо фракций была бы потеряна. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого.